Доброе утро страна! Я проснулся. Точнее уже оделся, встал. Время. Вот такой полуостров. Да, сейчас видно намного больше. Ой, какая красота-то там. Остров. О, там что-то такое интересное. О, там типа парусника даже что-то стоит. Да, все в такой дымке. Красота. Красота. Вот велик мой. Костер, который я делал, все сгорел. Сушимся. Воды много. Сейчас кашки поедут. Мюсли. Красота. Это все готовится быстро. Вот так вот, просто здорово. И солнце светит. Ну хорошо. Вот костер. Ну уже все догорает. Быстро все сгорело. О, мюсли. Наши мюсли. Красота. Все, мюсли тоже готовы. Погода такая. В общем, тепло сейчас. Я чувствую, я зря такое делался. Тепло. Танюшка звонила, сказала, что в Тихвине. Плюс 17. Утром. А что будет днем? Насколько здесь, здесь не знаю. Но на самом деле тоже жара. Все, я собрался. Последний штрих. Костер весь догорел. О, панорама обалденная, конечно, просто супер. Там народ уже суетится. Совсем рядом. Кого-то ловит. Да, рыбаков тут много. Что у нас за вчера пройдено? 121 километр. Время 5.50 в пути. Но сегодня тоже самое будет, скорее всего. Пора ехать. Погода вообще суперская. Поэтому будем радоваться тому, что есть. Вот такой вот выезд по тропинке. Ехать тут вообще совсем немного. Дорога шикарная. Я думаю, немногие знают об этом. То есть, поселок Рауталахти. И там есть небольшой мыс. И вот с этого мыса есть несколько саянок, где вот такой вид. Сейчас солнце светит. Просто огонь. Просто супер. Так, лужа. Маленькая. Сегодня... Сегодня тоже 120 километров с копейками. Точно не помню. В общем, какой-то мыс. Там тоже красивые пляжи есть. Все хорошо. Едем. Погода шикарная. Ветра вообще нет. И воды тоже нет. Кстати, надо озадачиться водой. Будем искать. Утро. Красота. Выехал на трассу. Вот он, Рауталахти. Вывеска. И написано, что впереди спуск 6%. Я уже тут ездил. Это на самом деле так. 6%. В общем, едем. Вот такие вот печальные моменты можно увидеть. Кто знает, кто это? Что за зверь? Похоже, все. Вон, тут рядом отель. Может, он перебегал. Хорошая зверюга. Но это уже в прошлом. Жалко. Жалко, когда со зверями такое происходит. Но ничего не поделать. Это жизнь. Хорошая зверя на Wiedersehen. Хорошая зверя на небо. Война на небо. Возвращаясь. Прямо сетку. Сейчас. Я тебе ошибаюсь. Похожую. Что за Nabой? Здесь. Фрэп. Здесь. Здесь. Продолжение следует... Вот такая здесь набережная. С такими видами. Где вы еще такое сможете увидеть? Прямо обалдеть. А дорога вот туда идет. Вообще, вот этот кусок, он, наверное, один из самых живописных. Просто это... И сейчас мне просто повезло. Поначалу думал, надо будет раздеваться. Вот когда поехал, ветерок задул, сразу же... Нетушки. И вот напротив места огонь. Туда палатку поставить, если переночевать. Просто... Супер! Шикарная природа. Будет возможность, обязательно... Побывайте здесь в любом составе. На машине или на велике. На велике впечатления будут другие. Через свою шкуру все это. С потом. С матом. Через не могу. Но оно того стоит. Абсолютно точно оно того стоит. В общем, супер. Представьте, какое здесь есть место. Вот сзади меня будка. Это колодец. А вот тут... Все облагородили. Шалах сделали. В общем, такая вот интересная зона. Исторического характера. Да. Надо же. Классно, да? И прямо рядом с Лазарским озером. Вот оно. Ладога. Вид. Тут родниковая вода. Колодец. Сейчас я наберу воды. Как раз об этом думал. И можно ехать. Вот оно. Сортовало 2,6. Словно их похе 44. А мы... Точнее говоря, я в Хельвилле. В Хельвилле. Перед Сортовалой. Когда в прошлый раз тут ехал, был дождь. Ладно, пока тут проедусь. Пока снимаю. Вообще дичайший. Мне это очень не понравилось. О, да. А тут трясет дико. В общем, горки постоянно с лавом. Туда-сюда. И на самом деле уже... Уже немножко тяжко. Во время 12.10. В общем, да. Все-таки надо будет. Стартовали. Ням-ням. Ехать дальше. Хельвилля. В общем, решил здесь стартовали. Прошел ехать дальше. А, да. Ветер. Ветер остался прежний, но я еду... Короче, встречно-боковой. Частично встречный, плюс еще горки. И в итоге... Част 12.39. 12.40. Получается, в пути я 2 часа пройдено 29 километров. Ну, сейчас 30 будет. Да, с такими результатами, конечно. Ладно, будем надеяться, если горок будет поменьше, то и средняя скорость подрастет. Решил кушать в Яйкеме. В Залахденпохе. И там хорошая кафешка есть, дорогая. Я вспомнил о ней. Но до нее 40 километров часа. Это 2 часа. Ветер опять поднялся. Как застартовал, заехал, все, другая планета. Похолодало конкретно сразу. И ветер в лицо. Холодный такой. Называется. Горки, плюс встречный ветер. Красота, да? Что еще надо для счастья? Мазохистые, если бы меня хотят. Сартовали, не снимал, потому что очень много машин. Никак. Одной рукой рулить, другой держать телефон. Это опасно, можно убиться. В общем, едем. До обеда километров. Не знаю, сколько. 20, 30 с небольшим. Время 13.36. Надо, чтобы в 3 часа уже покушать. В общем, эти горки уже притомили вообще конкретно. Вверх, вниз. Без перерыва, просто. Виды, конечно, обалденные открываются. Ой, колбасит вообще дико ветер. Но горки, спуск, подъем. И это вообще бесконечно. Просто. Безконечно. Ай-яй-яй. Вот оно. Точнее говоря, она, Карелия. Просторы. Дик. Слева Лазарское озеро. Штеры. Запарился подниматься вот в эту горку. А тут вот кирха. Старая-старая. Напишет нам людей. Город ангелов. Вообще. Время 15.02. Пройдено 67 километров. Сразу за Лагденпохей будет как раз кафе, которое я хотел. Надо только до него дойти. Да. Надо вовремя есть. Сил вообще мало. Просто жесть. Хочешь на тупаске лежать. Не, ну если бы это было что-нибудь прямое, то ладно. А тут одни горы. В общем, такие торчки по 10%. Сгоняешься вниз до 60. 64 было максимум. Не крутя педали. Это просто жесть. А дорога еще узкая. У трассы единственного. Машины ездят какие-то. Лесовозы. Ширые. В общем, да. Тяжело. Ну что, я поел яйкими. Вот сейчас будет танца. Яйкими. Вот. Здесь можно погреться, кстати, если вы промокли. Там есть в зале ожидания электрические радиаторы. Они включаются прямо из зала ожидания. То есть, можно летом разложить вещи, включить и высохнет все часа за два. Я этим воспользовался. У меня тогда все высохло. Кафе хорошее, вкусное, но дорого. В Аланце, Аланец, это такое ощущение, что это другая планета. Потому что тут все на туризм. Ценники конские. А, Валанце все для людей. Валанце в четыре раза дешевле. Просто здесь обед 400 рублей, Валанце 96. Вот так вот. Валанце коржик 14 рублей. Здесь булочка 50-90. Хорошая цель. В общем, дальше я вообще не ездил ни разу. Дальше будет неизведанная территория. Но сказали, что гор много не будет. Что все более плоско. И поэтому поворота, который потом придет к Базужскому озеру, в принципе, недолго. Поедем, посмотрим. Да, забыл. метраж. Время 16.00. Пройдено 71 километр. По плану, ну, по идее, еще около полтинника. Два часа следового времени осталось. Если дорога нормальная, я думаю, я вполне, вполне могу успеть. Сейчас только обед гуляжется. Обед был замечательный. Сейчас переехал переезд. Только вот поел. Чувствую, что-то слева ползает по шее. Думаю, почесал. ладно, может, показалось. Потом все-таки ползает. Думаю, смотри, что-то вроде большое. Я кофтуру стегнул футболку. Руками раз, а это оса оказалась. она меня как тяпнет в шею. Зараза какая. А, сейчас все чешется. Больно. Как она смогла залезть от все вообще? Не понимаю. Вкусный, что ли, на цветочек не похож. Вот такие тут виды. А нам туда. прямо. Ну, в кафешке один мужчинка сказал, что сейчас сразу начнется трасса. Вот она началась. На трассе можно нормальную скорость держать. Здесь пыри не глажены все торчков нету. Вырублено все в скалах. Ну, как я понял, по трассе ехать недолго. Потом поворот налево. После поворота налево. Что после поворота налево? А, да, налево, и там к Ладожскому озеру будем уходить на этот мыс, где сегодня будет ночевка. Так, времени 16.15, пройдено 75. Так, ну, что у нас тут? Вывеска, указатель. Санкт-Петербург 200, Ихала 1. Хорошо. Река Гуяроу. Да, название здесь классное, конечно. Так, как я понимаю, вот это дело, мы ждем следующего левого отворота. Точнее говоря, справа, который, вот эта дорога ушла, и она потом придет в эту же трассу и от этого момента надо будет уходить в сторону налево. хотите прикол? вот поворот куда мне надо вот смотрите, что они сделали. Дорога раз, ее просто нет. Дорога накатал вот такую, а дорога асфальтовая хорошая, вот меня сейчас туда что ждет нас. Кстати, дорогу убили вообще непонятно. Вот она, шикарная, мастерская, но и никого не пользуются. Обалдеть. Ну что, сколько? Время 17.08, пройдено 89.700, ну 90 километров. Еще километров наверное 20. Километров 20 до мыса, до места ночевки. Ну сегодня наверное пораньше все-таки удалось приехать. Хотя на сам мыс идет грунтовка, но степень убитости, качество это вопрос. Поэтому посмотрим. Тут вот такая надпись. Курки-йоки 10 хитала нам куда-то туда. Санкт-Петербург 196, но это уже было. Дорога к ребенку. Трясет. Ехать конечно можно, но приблизительно так. Как-то еду покажу. Если там место, нет места, вообще ничего. Разведка это всегда так. Вроде бы все повороты кончились, осталось только ехать вперед. В общем, посмотрим, что за это. Остров Койна-Саарий или Кио-На-Саарий, ну что-то такое. Воды у меня только два, два с половиной литра. Это на вечер и на утро на завтра это притык. Поэтому если удастся где-то раздобыть, будет здорово. И похолодало вообще резко. Ветра нет, штиль, но холод собачий. Надо быть задеваться. Главное сейчас не вспотеть. В общем, нашел остров, прошел КПП, образно говоря. В там закат. меня пустили без всяких вообще вопросов. Но с водой сказали, что тут напряг. Но это понятно. Вон смотрите какое солнце. На машины сюда никого не пускают. Это типа супер какое-то место. А воду сюда привозят в бутылках больших и продают. Либо пейте из озера, либо из бутылки. Да, в общем, либо вятика. Это деревня, сказал мужчинка, там колодки есть. Пойдем завтра вятику воду клянчить. А так как пойдет цвет. Луны. Какие. Остров. О, мусорка даже есть. Какая красота. Ну что, поехали. Задача. Задача что? Посмотреть. страшный зверь укусит. Запрещается. остров. Поговорил тут с людьми. Они восстанавливают здесь территорию и сказали, что вот в этой части острова, куда я заехал, ничего делать нельзя. Вот, везде там лички вот такие. Ну и в принципе это разум. Проход запрещен, ничего не делать, ничего не как и в принципе молодцы. Вся остальная часть острова там за вывесками в моем распоряжении. То есть, могу поставить палатку, могу распустить костер, можно много чего. В общем, остров на самом деле супер. на машине сюда нельзя. Зато на велике можно. Красота? Вот оно. Твороте еще бы сюда ехалось. Ну, красота. Что сказать? Красота. Вот, видите, надпись по-русски запрещается. Вот так вот. Ну, это нормально. У нас, если ты это не запретишь, то все, хана тебе. Обалденный вид. Классно. Вот оно. Солнце. Закат. Жесть, попробуй сюда идти. Дымка. Дымка. Ничего не видно. Ладно, подойдем поближе. Забрался на скалу. Вот такой вот вид открывается с острова. Там вообще мили острова просто. Пришел я вот оттуда. Ну вот я и приплыл. О, там великая скала. Надо потом будет на нее сходить. Вот он. Ставь где хочешь палатку. туристов ноль, всех ноль. Вообще. Вон скала. Видно? Нет, во, во, скала. А вот тут вид, вид, конечно, все нашел. Море ладожская. Прямо и тут дров. Вагон. Просто вагон. Уже приготовленных. Супер. Все, пошел за великом. А, вон он. Хотите прикол? вот это существо залезло ко мне. Его надо сейчас выгонять. Где мыша? Она там прячется. Мыша. Я ее нашел. Сейчас буду выгонять.